Я думала, что это видео я начну. Всем привет! Я так счастлива, я так рада, я наконец-то в Крыму. И я действительно счастлива, я действительно рада, что я в Крыму, но в полной мере прям ощутить это сразу не смогла, потому что вернулась на две недели раньше из-за того, что в семье, в моей случилась трагедия. Но кто подписан на запрещенные соцсети, знает, что у меня произошло. Но вот эту тему я уже пережила, но коротко скажу, что в конце апреля не стало моего отца. Сейчас немножко гуляем по парку Победа, покажу вам парк и немножечко расскажу, что у меня произошло. Меня не было в Крыму больше года, почти полтора года. Есть вещи, которые мне сразу бросились в глаза в качестве изменений. Ну, для меня колоссальных. Может быть, кому-то покажется, что изменения в Крыму несущественные. Вот. И... Ну что? Взяла в руки камеру, телефон. Решила поснимать, потому что всегда, когда снимаю, когда монтирую, всегда намного легче становится. И, тем более, читаю всегда положительные комментарии, мне всегда это дает большую поддержку. Комментарии у меня на канале разные, но я на хейт не реагирую никогда. А в последнее время даже нещадно всех баню. Вот. За поддержку всем огромное спасибо. По парку Победы мы гуляем вместе с Настей. Привет. Помните, Настя, закат скоро. Настя сейчас нам тоже расскажет, что поменялось за год-полтора, потому что всего я сразу увидеть не могу. Но сначала расскажу. Ну, сейчас пятница, не так много людей в теплые первые дни. Конечно же, все стараются на выходные выехать за город, на природу. Но все равно мы сейчас выйдем к морю, людей будет побольше. Отца моего не стало в конце апреля, поэтому моя семья, как мы и планировали по билетам, вот 2 мая только вылетели из Вьетнама. 4 числа жду я их. А мне пришлось вылететь немножко пораньше. Ну, никто не ожидал, бывает. В общем, к этой теме пока больше возвращаться я не готова. Но готова делиться с вами вот такой вот красотой. И прошу вас побыть со мной в Крыму, насладиться видами и немножечко отвлечь меня от моих мыслей. Первое, что мне сразу бросилось в глаза, сейчас покажу. Отправимся прям на место событий. И первое, что мне очень бросилось в глаза, когда я только приехала в Севастополь, то есть я говорю, мне нужно в какой-то банк зайти, чтобы подтвердить электронно-цифровую подпись, чтобы до конца апреля успеть декларацию подать. И мне Настя говорит, а пойдем в Сбербанк зайдем, он тут рядом. Сбербанк. Просто это реально отделение Сбербанка. Я, конечно, когда уезжала, появлялись первые Сбербанки, но то были машины на колесах. А сейчас это стационарные здания, стационарные пункты. Я даже скажу больше, видите, на фоне Сбербанка, как реклама. Я даже скажу больше, банкоматы Тинькова уже появляются, уже есть. Я бесконечно и безумно жду МТС, сим-карты. Хотя они не говорят еще, что будут приходить и вроде бы как не собираются, потому что у меня МТС, и если у меня какие-то вопросы, мне приходится выезжать в Краснодарский край или в Москву. Здесь есть местный МТС, но у меня вот какая-то супер-симка, которую выдавали в 2014-2015 году, с которой все время какие-то вопросы и проблемы. Вот. Ну ладно, фиг с ним. С МТС-ом, в принципе, здесь местных операторов хватает. Тарифы адекватные, классные. Ну вот кто приезжал на отдых или кто здесь живет, ну, прекрасно знает, о чем я говорю. Это есть Волна, Винмобайл, разные есть тарифы. Вот. Так, ну что? Тиньков, банкомат. Ой, вот он. Настя уже пробует. Ну как? Я бы... Успешно? Успешно, наверное. Да, да, я радуюсь банкомату Тинькова, отделению Сбера, да. Поживите тут с мою. Без всего этого. И что он мне сделает? Радуюсь, да. Ну как? Снять. Мы с ним оденем сейчас? Считаем деньги, как-то. Ну, судя, что он не очень заляпанный, пока никто еще о нем особо не знает. Вон. Ну, сколько? Да, миллион, наверное. Сколько миллионов? Господи, дай посмотрю на личные. Ой, как давно я не видела рубли. Сейчас, кстати, в Крыму проблем с безналом, с оплатой нет вообще. Ну, типа вообще. Я, конечно, радуюсь банкоматом, но вот лет пять назад они были бы намного нужнее. Я помню, когда приезжаешь в судак, и один банкомат, в котором можно было снять деньги с российской карты. Один. На весь судак был. Сейчас, ну, при этом в кафе, в гостиницах не рассчитаешься. Сейчас, слава богу, можно наличку с собой не везти. Кстати, не верится, что всего лишь пять лет прошло с сих пор. Горох. Это 350? Нет. Это 280. 280? А. Что, папа? Картошка молодая пошла уже. А, даже по 180 есть кубник. Настя, по 180 есть кубник. Кто-то называет его музыкальным инструментом. Ну, мне нормально. Я ем килограммами. Здесь вот тоже музыка ожидается. Не город, а праздник прям какой-то. Так, тут у нас готовится концертное мероприе. Фаер-шоу будет, да? Да. Пока шоу танцев. Ждем, пока стемнеет. В парке Победа каждая звезда городу-герою присвоена. А эта звезда, это фонтан. Вот Москва, напротив у нас Брестская крепость. К белорусам всем привет. Так, ну что, Настя, ваш вердикт, что поменялось? Еще за год. Ну, я обязательно сниму еще много видео про изменения. Вот, буквально еду на днях в Семенис. Что поменялось за год примерно? Да не знаю. Для меня же это все постепенно. Поэтому я этого не замечаю. Что там у меня? Сбербанк? Тинько? Да, то есть мы когда... Ты что, говорит, не помнишь про Сбербанк? Я говорю, нет. А вот эти вот платилочки такие квадратненькие, сберовские, для меня тоже было удивительно. Даже в Москве еще. Потому что я их не застала. Они, оказывается, и здесь уже активно используются магазинами. Вот. Что еще? Дороги. Вот для меня дороги стали еще лучше. Хотя, казалось бы, куда лучше. Но дороги и заправки. Ну, они как и были классные, так и остались. На самом деле, самые лучшие заправки одни из. Ладно, в Таиланде тоже хорошие заправки. Тоже с туалетами, с душами. И со всем необходимым для еды, воды и всего остального. Но в Крыму кто... Ну, приезжайте, в общем, если не были, посмотрите, зацените, удивитесь просто. Потому что заправка это и кафе, и туалет, и заправка, и просто продуктовый магазин, потому что цены там всегда адекватные. Ну, не как на заправках, а как в магазине. Что еще? Да ничего. Магазины те же самые остались. У нас нет материковых магазинов. Ну, вот, кстати, магазины те же самые, это ты вот про сетевые говоришь. А так, я смотрю, что многие какие-то кафе-магазины позакрывались, а новые понаоткрывались. А причем было кафе, в которое мы ходили много лет, а там теперь алкотек. Ну, то ли бухать больше стали, то ли в кафе меньше ходят, непонятно. Ну, сезон скоро. Настя говорит, третье здание Аквамарина Акваделюкса достроилось, а у нас на набережной, мы уже ходили на Омегу, долгострой, недострой, как это назвать, в общем, была стройка такая, прямо на берегу, прямо вот на первой линии. Ну, сколько там метров, Настя? Метров 15, наверное. Ну, ладно, 20. Я как женщина, да. До моря сколько метров? Ну, прямо возле моря, в общем. Стояло, недострой, очень некрасиво. То есть его было видно с любой точки, во-первых, моря, во-вторых, с любой точки набережной. И, наконец-то, достроили, и вот уже там тоже продают апартаменты. Продают все, конечно, как всегда, за космические деньги. Если вы считаете, что здесь в Крыму все резко подешевело, все начали продавать. Какой-то период был такой, но он кончился. Все. Ну, и он такой был, незначительный. То есть недвижимость растет в цене здесь. Несмотря на то, что кто-то говорит, что здесь небезопасно. Ну, ребят, было бы здесь небезопасно, Сбербанк бы здесь не стоял, как минимум. Вот. И Тиньков бы сюда не приходил. Так что ребята деньги на ветер выкидывать не хотят. У нас пятизвездочные отели отстраиваются так. Там такие деньги, что, поверьте мне, люди что-то знают. И люди с деньгами просто так инвестировать в такие проекты не будут. Ну, и, кстати, касательно безопасности. Вот сегодня Настя мне такси вызывала. Мне звонят и говорят, ваша машина будет через сто двадцать четыре минуты. Я думаю, что это за история. Вот иногда включают глушилки навигатора. И поэтому, ну, вот есть такой нюанс. Поэтому здесь безопасность прежде всего. Об этом думают в первую очередь. Ну, посмотрите, обычный день, Севастополь. Все гуляют на закате, как красиво. Обычный день, пятница. Говорят, боже, Настя, откуда такие ароматы? Что-то так безумно вкусно пахнет. Вот эти макушки пахнут. Пойдем понюхаем. Так вкусно пахнет. Что там покажу? Ага. А, видела, да? Все набережную переделали, убрали. Нет, я не была кафе «Море». Так. А это теперь закрыли. Кафе закрыли. Вон оно там. Вон оно там. Ну, вот смесли. Ага, смесли. Вон оно. Теперь там. Что еще переделали? А, чекуречную убрали. Она теперь вот красивая. А, есть, да? Она теперь красивая. Посмотрим сейчас. Ну, да, площадь побольше стала, попросторнее дышать как-то стало. Ой, как красиво. Для тех, кто не верит, что море в Крыму кайфовое. Не, серьезно, вы просто думаете, что я шучу, но многие не верят, особенно кто по Азии тусят. Ну, вот по камере не видно, потому что отблик от моря. Вот оно чистейшее, прозрачнейшее, милейшее. Есть у нас одна чекуречная сеть в Севастополе, по крайней мере. Я не знаю, есть ли они во всем остальном Крыму. И вот теперь они выглядят вот так. Начиналось все с киосочком. Делают просто они быстро, вкусно. Ну, кто делает хорошо свою работу, у того и развитие идет полным ходом. Если будете на набережной, да на любой набережной Севастополя, практически на всех набережных, есть это чебуревочное. Всего на трех. Всего на трех. Ну, блин, аж на трех. Это какой? Парк Победы, потом Омега и Солдатский пляж. Все это рядом возле нас. Ну, и для детей здесь тоже раздолье. Шок-контент. Это вам не начало мая. Купаются люди уже. Ну, для загара поздновато уже сколько? 8-7 вечера. Ну, вот и все, друзья. Спасибо всем за прогулку в пятничный вечер. Спасибо Насте за то, что прогулялась с нами. Ну, и не забываем подписываться на канал, поддержать канал. Скоро здесь будет очень много интересного контента. С душой из Крыма. Алена Бордовская. Всем пока. Продолжение следует...